Мирнинский район Мирнинский район Мирнинский район Мирнинский район Вопросы и ответы и завершить работу до 18 часов. Думаю, все согласны, да? Во время основных докладов вы можете передавать в письменном виде вопросы свои для президиума и для глав. Секретариат находится от вас с правой стороны. И также у вас будет возможность после уже докладов задавать свои вопросы через микрофон, который находится в центре зала и будут с микрофонами ходить волонтеры. Ну и позвольте слово для доклада предоставить главе муниципального образования город Мирный Александру Валенуровичу Басырову. Добрый день, уважаемые жители города Мирного, коллеги. В соответствии с уставом муниципального образования город Мирный глава города ежегодно предоставляет отчет населению о деятельности городской администрации за истекший период. Социально-экономическую ситуацию на территории города Мирного в истекшем году можно характеризовать как стабильно устойчивую. Население города у нас составляет 34 354 человека. За 2015 год у нас родилось 688 человек, умерло 310. Наблюдается естественный прирост населения 378 человек. Число заключенных браков 449. Расторжений браков зарегистрировано 272. В настоящее время в нашем городе проживают 314 многодетных семей, что на 35 больше, чем в 2014 году. В Мирном проживают 6 участников Великой Отечественной войны, 117 ветеранов Трудового фронта, четверо бывших узников, несовершеннолетних узников концлагерей, 26 вдов умерших участников Великой Отечественной войны. Ситуация на рынке труда остается стабильной. По состоянию на 31 декабря 2015 года количество безработных у нас составило 265 человек. Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций города за январь-октябрь 2015 года по городу составила 85 600 рублей. Средний размер пенсии на 1 января 2016 года достиг у нас 21 748 рублей в месяц. Выросли у нас объемы производства и жилищного строительства. Стабильно функционировали все системы жизнеобеспечения города и социальной сферы. Доходы в бюджет муниципального образования город Мирный на 1 января 2016 года составили 757 643 тысячи рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в полном объеме от плановых назначений. Расходы бюджета были направлены на решение вопросов местного значения в соответствии с решением Миринского городского совета. Одним из основных направлений деятельности муниципалитета остается жилищно-коммунальное хозяйство. На капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе на мероприятия, направленные на энергосбережения с учетом средств, выделенных по соглашению о передаче в собственность муниципальным образованием Миринского района, объектов жилищного фонда акционерной компании «Алроса» и о финансировании расходов по их содержанию, было направлено около 300 миллионов рублей. Были проведены работы по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, в том числе усилены фундаменты и цокольные ограждения в 32 жилых домах, отремонтированы кровли в 33 жилых домах, заменены подводящие внутренние сети холодного горячего водоснабжения и отопления в 38 жилых домах. Было заменено 17 лифтов, отремонтированы места общего пользования в 12 жилых домах, выполнен ремонт крылец на 16 жилых домах, проведены были электромонтажные работы в 8 многоквартирных жилых домах, приняты на коммерческий учет общедомовые приборы учета в 97 многоквартирных жилых домах. 4 многоквартирных дома были полностью насоборудованы энергосберегающими светильниками подъездного освещения. В цели обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами были выполнены работы по ремонту магистральных и подводящих сетей ТВК в поселке Аэропорт. Также были проведены работы по замене оборудования на котельной в поселке Аэропорт. Были установлены три новых кубовых. Выполнены работы по строительству инженерных сетей ТВК к многоквартирным домам в третьем квартале. Это улица 40 лет Октября в районе военкомата. На сегодня все жилые дома, которые находятся в третьем квартале, могут подключиться к инфраструктуре и выйти из разряда неблагоустроенных, перейти в разряд благоустроенных жилых домов. В поселке Газовиков проводились работы по капитальному ремонту магистральных сетей ТВК. Как и прежде, мы проводим работу по улучшению внешнего облика нашего города. В летний период 2015 года были выполнены работы по внутриквартальному асфальтированию общей площадью 585 квадратных метров в районе жилого дома номер 43 по улице Ленина, номер 14 по улице Тихонова. Дополнительно мы выполнили работы по асфальтированию территории между многоквартирными домами по улице Советская, 19 и 21, а также улице Тихонова, дом 16. Проведена работа по вывозу самовольно установленных металлических гаражей и контейнеров, а также вывозу автомобильных кузовов. С территории жилой застройки было вывезено гаражей и контейнеров в количестве 82 единиц, бесхозяйных автомобильных кузовов 105 единиц. Помимо этого, было вывезено порядка 392 тонн крупногабаритного металлолома. Продолжились у нас работы по уборке несанкционированных свалок в поселке Нижний, Верхний, Газовик, Геолог, Аэропорт, в переулке Заводском. А также на территориях ОНТ у нас в этом году было вывезено около 4000 кубических метров мусора. В период двухмесячника санитарной очистки после проведения городских субботников с территории города на полигон ТБО было вывезено 3682 кубических метров мусора. Как и в предыдущие годы, проводились работы по содержанию городских площадей и памятников города. По озеленению и цветочному оформлению города в весенне-летние периоды были проведены работы на площади Ленина, площади Победы, в сквере у памятника Тихонова, храмовом сквере, на Вилюйском кольце, в городском парке и ботаническом саду. В 2015 году за счет средств муниципального образования Миринский район был выполнен ремонт и восстановление объемных неоновых букв с подсветкой Мирной столицы Алмазного края. Выполнены работы по реставрации плиточного покрытия в храмовом сквере. За счет средств акционерной компании Алроса в прошедшем году были выполнены работы по строительству городского сквера по улице 40 лет Октября. В сквере были организованы несколько зон отдыха, установлен большой детский игровой комплекс. В прошедшем году за счет средств местного бюджета была проведена реконструкция объекта «Мемориальный комплекс к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне» с установкой огня памяти, зажжение которого состоялось 2 сентября 2015 года. Почему мы его называем огнем памяти? Потому что это временная установка, состоящая из 8 газовых баллонов, позволяющая нам зажигать огонь памяти пока только по памятным датам. На сегодня мы разрабатываем проект с помощью индивидуального предпринимателя и Алроса газ, прокладки газопровода от улицы Индустриальной вверх по Ленинградскому проспекту до улицы Комсомольской. Если у нас получится внедрить этот проект в жизнь, то огонь памяти у нас будет гореть на постоянной основе. Приобретены и установлены 18 элементов детских игровых площадок в районе жилых домов по улице Бобкова, Тихонова и улице Аюнского. Также были приобретены и установлены на детских игровых площадках информационные щиты и знаки запрета о курении. Закончены были работы по устройству хоккейного корта в поселке Верхнем. Там выполнены были работы по бетонированию, укладке спортивного покрытия из резиновой крошки, установке хоккейных бортов, хоккейных ворот, сделано было освещение. В летний период мы эту площадку используем как спортивную площадку для игры, футбол, волейбол, большой теннис. А в зимний период мы ее заливаем льдом и все жители города Мирного могут бесплатно покататься на коньках на свежем воздухе. В сентябре 2015 года был реализован проект администрации города при участии муниципального образования Миринский район по строительству детского автогородка для обучения правилам дорожного движения нашего подрастающего поколения. Где наши подростки могут попробовать себя не только в качестве пешеходов, но и в качестве водителей. Хочется отметить, что этот автогородок является единственным на всей территории нашей республики. В течение летнего периода продолжилась работа, направленная на благоустройство городского кладбища, где уже не первый год ведется плановая работа, которая включает в себя мероприятие не только по асфальтированию внутриквартальных проездов, вырубке сухостоя или уборке старых венков, но и также мы ведем там работу по благоустройству заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны. Три года назад мы провели инвентаризацию, у нас 47 могил ветеранов Великой Отечественной войны, заброшенные, у которых здесь нет близких, родственников, за могилами никто не ухаживает. Мы приняли решение, что будем выделять средства с городского бюджета, также обратились за помощью к районным властям для того, чтобы оказали софинансирование, и за счет общих средств мы там восстанавливаем могилы ветеранов. В 2014 году мы восстановили 10 таких могил, в 2015 мы восстановили 14, в этом году мы планируем восстановить 8, и в 2017 году планируем эту работу завершить. Но не то, что мы восстанавливаем могилы, мы практически их формируем заново. Мы делаем мощение из тротуарной плитки, устанавливаем заводскую оградку и устанавливаем мраморные памятники. За счет средств муниципального образования Миринский район был выполнен капитальный ремонт фасадов жилых домов, 12, как каменного, так и деревянного исполнения. В течение года у нас продолжилась работа по отлову безнадзорных бродячих животных. За 2015 год мы отловили 2498 бродячих животных. Для примера хочу сказать, что в 2013 году мы всего отловили 850, в 2014 – 1200, и в 2015 году мы эту работу увеличили в два раза. Но, к сожалению, количество безнадзорных животных продолжает увеличиваться на территории нашего города, и уже за январь текущего года мы отловили 200 бродячих животных. Для обеспечения безопасности на дорогах в течение всего года у нас выполнялись работы по содержанию и обслуживанию городских дорог, как асфальтированных, так и грунтовых, а также по обслуживанию тротуаров. За счет средств городского районных бюджетов было выполнено благоустройство левой стороны дороги поселков Нижний и Верхний. Я сейчас речь веду о строительстве нового тротуара от Вилюйского кольца вдоль улицы Мухтуйской до коммерческого магазина «Бриз». Протяженность этого тротуара составила 470 метров погонных. За счет средств республиканского, городского и бюджетов акционерной компании были выполнены работы по асфальтированию городских дорог общей площадью 36 010 квадратных метров. А именно, Ленинградского проспекта на участке от шоссе Кирова до здания Дюшор, также участки дорог на улицах Комсомольской, Московской, Солдатова, Советской, Ленина, шоссе Кузакова, спуск от шоссе Кирова до Вилюйского кольца, само Вилюйское кольцо, территория лыжной базы в микрорайоне Заречном, проезд на городском кладбище, стоянка автотранспорта Миринской центральной районной больницы, улица Советская от магазина «Кольцпультовары» до ДК «Алмаз». Также были выполнены работы по ремонту переходов через ручей Безымянный по улицам Лесной и Газовиковой, по улицам Комсомольской и Некрасова и ремонту грунтовых дорог по улицам Лесной и Газовиков общей площадью 6401 квадратный метр. Вдоль Ленинградского проспекта были установлены новые дорожные ограждения от центральной площади до улицы Комсомольской, протяженность которых составила более 685 метров погонных. Для своевременного и качественного обслуживания городских дорог были приобретены и переданы в эксплуатацию МУП «Коммунальщик» две единицы техники – самосвал «КамАЗ» и дорожная техника «ТКМ-250». Хочется отметить, что за последние три года мы практически полностью сделали техническое перевооружение всей нашей коммунальной техники. Установлено 198 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка на 54 пешеходных переходах, проведены были работы по реконструкции светофорных объектов на пересечении улиц Московская, Ленинградский проспект, улицы 40 лет Октября и шоссе Кирова. Были выполнены работы по устройству искусственных неровностей на пяти участках наших дорог. На протяжении последних лет городской администрации плавномерно выполняется работа по ремонту уличного освещения. Для снижения аварийности на сетях были выполнены работы по замене старых ветких проводов на опорах уличного освещения на провод СИП по улицам Ленина, Комсомольская, шоссе 50 лет Октября, Ленинградский проспект. А также в 2015 году в поселке Газовиков были выполнены работы по строительству новой линии уличного освещения со светодиодными лампами. Однако в настоящее время в нашем городе до сих пор остаются участки, требующие наружного освещения. Это улица Лесная, Интернациональная, Таежная, Нагорная, Ленская, Целинная, Звездная, Дорожная, Экспедиционная и поселок Геолог. По данным улицам у нас уже имеются проекты на строительство сетей уличного освещения, которые ежегодно мы будем реализовать по одной улице в год. В 2015 году были завершены работы первого и второго этапа по технологическому присоединению зоны перспективной застройки к электрическим сетям в микрорайоне Заречном. В результате чего была предоставлена возможность для подключения к электрическим сетям жилых домов и построек на 82 участках. А также обеспечена стабильная подача электроэнергии в сам микрорайон Заречный. Помимо этого в отчетном году выполнены были работы по своду леса, отсыпки и планировки улиц зоны перспективной застройки. А именно мы сделали две улицы и сейчас у нас там обустроены такие улицы как Бабково, Майское, Рябиново, Соболево, Романтиков и Юбилейное. В прошедшем году была проведена работа по строительству магистральных газопроводов в 19 и в 13 квартале нашего города. В том числе это улица Комсомольская, Некрасова, Гагарина, Фрунзе с переходом через улицу Амосова на улицу 8 марта. Тем самым мы смогли обеспечить 112 жилых домов, чтобы они подключились к газопроводу и обеспечили себя альтернативным источником теплоэнергии более дешевым. В 2015 году восьми семьям, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, были предоставлены благоустроенные квартиры по договорам социального найма. Хочется отметить, что в 2013 году мы предоставили 4 квартиры, в 2014 6 и в 2015 мы уже предоставили 8 квартир. Четырем семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, было предоставлено жилье маневренного фонда. В течение года у нас 33 семьи были признаны малоимущными и нуждающимися в улучшении жилищных условий. А также 31 молодая семья была признана нуждающимся в улучшении жилищных условий, 20 из которых в прошлом году уже получили сертификаты на строительство, приобретение жилья на территории республики Саха-Якутия. 35 семей у нас были переселены из ветхого аварийного жилищного фонда в новый построенный трехэтажный каменный жилой дом по улице Амосова, 24. Был подготовлен и утвержден проект планировки с проектом межевания квартала индивидуальных жилых домов по шоссе 50 лет октября, предусматривающий строительство 97 индивидуальных жилых домов, 27 одноквартирных жилых домов блокированного типа наподобие тамхаусов и двух многоквартирных трехэтажных жилых домов. В этом году будет объявлен аукцион на определение подрядчика, который зайдет на строительство и обустройство этого квартала. Тем самым у наших жителей появится возможность приобрести квартиры или в трехэтажных домах, или построить себе коттеджи. А 97 участков, которые будут сформированы, они будут предоставлены многодетным семьям. В городе происходят весьма позитивные изменения в плане жилищного строительства в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В 2015 году был сдан в эксплуатацию трехэтажный 35-квартирный каменный жилой дом по улице Амосова. Завершилось строительство еще одного такого же трехэтажного каменного жилого дома, ввод в эксплуатацию, которого мы планируем сделать уже 15 февраля текущего года и выдать ключи жителям от их новых квартир. Помимо этого мы приступили по программе сноса ветхого и аварийного жилья к строительству девятиэтажного 53-квартирного дома, там же в первом квартале, ввод в эксплуатацию, которого планируем осуществить в декабре текущего года. Помимо этого на территории города Мирного активно велось и иное жилищное строительство. В третьем квартале был сдан в эксплуатацию 25-квартирный каменный жилой дом. Осуществлялось возведение 71-го квартирного жилого дома для работников здравоохранения в районе Миринского центральной районной больницы. Строительство уже завершено, сейчас готовятся документы на ввод этого дома в эксплуатацию. Администрация Миринского района приступила к строительству 53-квартирного жилого дома на пересечении улиц Московская и улицы Аюнского для работников бюджетной сферы. Акционерная компания приступила к строительству общежития на 340 мест в пятом квартале нашего города для работников акционерной компании «Алроса». В 14-м квартале нашего города началось строительство целого жилого комплекса, состоящего из трех частей. Первый дом 197-квартирный уже строится. Ввод в эксплуатацию его планируется осуществить в течение, в 4-м квартале текущего года. Второй дом 170-квартирный планируется приступить к строительству в следующем году, ввести его в эксплуатацию в 2017 году, а 102-квартирный планируется приступить к строительству в 2017 году. Из объектов соцкульбыта самыми важными были у нас введены в эксплуатацию детский сад на 240 мест, а также здания лыжной базы в микрорайоне Заречном. На территории муниципального образования город Мирный у нас зарегистрировано 1 285 индивидуальных предпринимателей, 465 юридических лиц, а также действуют 157 объектов бытового обслуживания населения, оказывающих платные услуги. Количество объектов розничной торговли и общественного питания на территории города составляет 293 единицы. Всего в 2015 году была оказана финансовая помощь 12 индивидуальным предпринимателям. Отдельно хочется отметить, что в 2015 году у нас открылись 3 новых торговых объекта общей площадью 3770 квадратных метров, что позволило создать нам новых 88 рабочих мест. В настоящее время на территории муниципального образования город Мирный маршрутные перевозки осуществляет муниципально-унитарное предприятие МАТП. Перевозка пассажиров у нас осуществляется по трем маршрутам, согласно утвержденного расписания. За истекший год у нас было перевезено 1 865 900 пассажиров. Было выполнено 40 283 рейса. На территории города у нас действует 21 диспетчерская служба такси и 7 служб по оказанию транспортных услуг. В 2015 году на территории города Мирного было совершено 23 дорожно-транспортных происшествия, что на 5 ДТП меньше, чем в 2014 году. Погибших нет. 26 человек получили ранения, что на 6 человек меньше, чем в 2014 году. Совместно с отделом ГИБДД по Миринскому району и МКУ Миринское районное управление образования проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс детского рисунка, конкурс сочинений «Дорога глазами детей», акция посвящения в пешеходы, городской конкурс среди школьных команд «Безопасное колесо-2015», победители которого были направлены в оздоровительный лагерь города Якутска для участия в республиканских соревнованиях. По итогам 2015 года на территории города Мирного было зарегистрировано 52 пожара, что на 11 пожаров меньше, чем в 2014 году. Но, к сожалению, при пожарах погибло 3 человека. Количество травмированных в ходе пожаров составило 4 человека. В целях профилактики пожаров в 2015 году на территории города проводился месячник пожарной безопасности, в ходе которого проводились мероприятия как на объектах производства, так и на объектах жилищного фонда. Кроме того, в период пожароопасного сезона 2015 года было окончено обустройство мерализованных полос, которые позволят защитить жилой сектор нашего города, а также огороднические некоммерческие товарищества, примыкающие к лесному массиву от лесных пожаров. На протяжении нескольких лет у нас успешно осуществляет свою деятельность городская добровольная народная дружина. На сегодняшний день общая численность народных дружинников составляет 200 человек. Кроме того, хочется отметить, что самое активное участие в деятельности добровольной народной дружины принимают именно работники акционерной компании «Алроса». Городской администрации на постоянной основе оказывается материальная помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Постановлением городской администрации было разработано и утверждено положение об оказании единовременной материальной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины, получившим временное убежище на территории Российской Федерации и зарегистрированным по месту пребывания в городе Мирном. Всего таких заявлений у нас поступило 119. Всем им мы оказали материальную помощь на общую сумму 1 миллион 80 тысяч рублей. В 2015 году в городскую администрацию с заявлениями обратилось об оказании материальной помощи 130 граждан, это уже жители нашего города. В 112 из них была оказана материальная помощь на общую сумму 1 миллион 532 тысячи 20 рублей. Жителям города из числа малообеспеченных оказывается адресная материальная помощь на проезд в городском пассажирском транспорте. Для учащихся среднеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных районах города, где нет школ. Материальную помощь ко дню победы получили у нас участники Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей каждый, а также вдовы умерших участников Великой Отечественной войны и ветераны тыла по 10 тысяч рублей каждый. В 2015 году в рамках программы «Социальная среда города мирного» на 2013-2017 годы, в которую вошли под программы «Культурный город» и «Молодой город», были проведены 44 мероприятия. Самыми запоминающимися мероприятиями для наших жителей стали фестиваль «Голос мужества», фестиваль «Мирный поет о мире», который в этом году был посвящен сразу трем знаменательным датам 70-летию победы в Великой Отечественной войне, 50-летию со дня образования город Мирный, ой, Мирненский район и 60-летию города Мирного. Хочется отметить, что организаторами этого фестиваля у нас являются молодые специалисты, а финансовую помощь оказывают администрация Мирненского района, города Мирного, акционерные компании «Алроса» и профсоюз «Профалмаз». Также с 17 по 19 июля у нас прошли празднования Дня города. Благодаря безвозмездным поступлениям в городской бюджет денежных средств от акционерной компании «Алроса» и администрации Мирненского района в этом году мы смогли пригласить на День города народную артистку-певицу Валерию. Одной из основных задач городских властей у нас остается отшление эффективной работы, направленной на развитие физической культуры и спорта. Хотелось бы отметить основные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Это 14-я городская спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий и учреждений. Спартакиада Мирненского ассамблеи народов Республики Сахай-Якутия, спартакиада лагерей труда и отдыха. Значительно выросло у нас количество заинтересованных в участии лиц, как спортсменов, так и жителей города. С начала года была оказана финансовая помощь спортсменам города Мирного для участия в спортивных мероприятиях за пределами города. Всего в выездных мероприятиях у нас приняли участие 58 спортсменов, завоевав при этом 17 призовых мест. В 2015 году команда города Мирного заняла первое место в спартакиаде Мирненского района, посвященном 50-летию со дня образования Мирненского района. В адрес городской администрации в истекшем году поступило 3575 обращений граждан, в том числе 65 коллективных. На сегодняшний день рассмотрено 3505 обращений граждан, что составляет 98% от общего количества поступивших обращений. Из общего количества поступивших обращений 3298 поступили в письменном виде, 130 поступили устно, 147 посредством интернета. В первую тройку обращений у нас традиционно вошли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы архитектуры и градостроительства. В 2015 году было проведено 13 личных приемов, в том числе общероссийский день приема граждан. В ходе приемов обратилось 142 гражданина. Анализ показывает, что преимущественное место занимает обращения граждан по вопросам улучшения жилищных условий и выделения жилья. Актуальными остаются обращения граждан о проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Открытость органов местного самоуправления остается приоритетным направлением для городских властей. За отчетный период было подготовлено и издано 12 номеров городской общеполитической газеты «Мирницкий муниципальный вестник» тиражом 6 тысяч экземпляров, 6 выпусков общественной молодежной газеты «Мое поколение». На ТРК «Алмазный край» прошло 40 радио и 12 телеэфиров с моим участием, участием моих заместителей, специалистов мэрии или депутатов Миринского городского совета, в ходе которых были даны ответы более чем на 300 вопросов. Основные планы администрации города в 2016 году приоритетным направлением для себя мы видим продолжение программы сноса ветхого и аварийного жилья. К сожалению, соглашение прекращает свое действие, которое было подписано у нас в 2012 году. Со стороны акционерной компании «Алроса» были выполнены все финансовые обязательства, но, к сожалению, физические объемы мы выполнить не смогли. Из 40 жилых домов, которые находились в адресном перечне, мы сможем снести только 16 жилых домов. Почему это произошло? Потому что, когда подписывали соглашение, мы предусматривали идти по реализации выкупа жилых помещений из расчета стоимости одного квадратного метра 26 тысяч рублей, плюс 30% связанные с неудобством, согласно ЖК гражданина, при освобождении своего жилого помещения. Итого сумма складывалась в 32 тысячи рублей за квадратный метр. Когда мы хотели приступить к реализации этого соглашения, с начала 2013 года у нас произошел очень высокий рост стоимости жилья на вторичном рынке. И уже в январе 2013 года у нас стоимость одного квадратного метра была выше 50 тысяч рублей. Поэтому я благодарен руководству акциональной компании «Алроса», правительству республики, что поддержали нашу инициативу, и мы приняли совместное решение по строительству жилья в городе Мирном. На сегодня мы строим жилье из расчета 70 тысяч рублей квадратный метр, а стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья у нас достигает 100 тысяч. Конечно, это нонсенс на любой территории Российской Федерации, когда новое жилье стоит гораздо дешевле, чем на вторичном рынке, но, к сожалению, у нас в городе ситуация складывается именно так. 24 дома, которые мы не сможем осуществить снос, согласно этого соглашения. Руководство акциональной компании и правительство республики озадачились тоже этой проблемой совместно с нами, поэтому мы подписали соглашение о реализации этой программы с 2017 по 2020 годы. К сожалению, пока не подкрепили финансирование, но я думаю, в течение этого года мы эти вопросы решим. Также для себя мы видим приоритетным направлением заниматься благоустройством города и развитием инфраструктуры. Как я уже говорил, мы сделали проект планировки по шоссе 50 лет октября. В этом году мы предусмотрели средства в городском бюджете для развития инфраструктуры, подведения туда холодного водоснабжения и водоотведения. Но водоотведение мы подведем не только туда, но и будем его подводить до поселка Газовиков, тем самым перевести поселок Газовиков из ряда вывозной канализации в централизованную. Также развитие инфраструктуры мы будем делать в 13 квартале нашего города. Это улицы 8 марта, находятся за ботаническим садом. В прошлом году мы закончили там работы по газификации. В этом году мы планируем сделать там работы по подводу холодного водоснабжения и водоотведения. Продолжим мы строительство новых тротуаров в нашем городе. В этом году мы будем строить новый тротуар от моста по шоссе Кузакова в сторону здания аэропорта. Также продолжим строительство новых линий уличного освещения. В этом году мы будем строить уличное освещение в поселке Верхнем по улице Лесной с заходом на улицу Индустриальная, Интернациональная. И в 2017 году мы улицу Интернациональную закончим полностью. В процессе формирования у нас находятся планы по асфальтированию городских дорог. Нужно сказать, что у нас в этом году объем финансирования будет немножко снижен. Ввиду того, что прошлый год у нас был юбилейный и была предоставлена субсидия с бюджета республики в размере 20 миллионов рублей. В этом году субсидию эту мы не получим. Но мы с акциональной компанией в свою очередь договорились, что будем выделять в равных долях финансирование на асфальтирование городских дорог. Поэтому свою долю мы в этом году увеличили с акциональной компанией Алроса и будем производить асфальтирование город в этом году в приоритете, направленное на междуквартальные проезды и благоустройство внутриквартальных территорий. Конечно, городские дороги мы будем асфальтировать, но в меньшем объеме, потому что в прошлом году мы выполнили очень большой объем. Спортивную площадку в этом году мы построим в микрорайоне Заречном, новую, сделаем покрытие из резиновой крошки, сделаем освещение этой спортивной площадки. В летний период она будет использоваться для игры в футбол, волейбол, проведения веселых стартов. В зимний период мы ее будем заливать льдом, и все жители города Мирного смогут, приехав на лыжную базу, не только покататься на лыжах, но и покататься на коньках на свежем воздухе. Площадка будет освещена, можно это будет сделать и в вечернее время. Большие работы у нас предстоят по благоустройству городского парка, но у нас была разработана концепция городского парка, которая предусматривала благоустройство именно входной группы около трубки МИР. Мы решили пойти немножко другим путем, потому что входная группа у нас находится в более-менее удовлетворительном состоянии, облагоустроить именно саму внутреннюю территорию городского парка. В этом году мы будем производить работы по асфальтированию дорожек в городском парке, которые бетонированы у нас там, но уже разрушены. Будем устанавливать новые лавочки, новые урны, вазоны для цветов. Также мы планируем, где была танцплощадка, заасфальтировать эту территорию, на ней сделать покрытие из резиновой крошки и установить детский большой игровой комплекс. Площадка, которая находится рядом для выгула собак, мы ее планируем перенести дальше, к рудовозной дороге, а эту площадку заасфальтировать, тем самым создав парковочные места в районе городского парка. От танцплощадки была прогулочная дорожка у нас, которая закольцована и идет в сторону рудовозной дороги. Мы ее расширим, сделаем свод леса, сделаем на ней освещение. В зимний период будем нарезать там лыжню. Все жители города Мирного в любое время суток смогут покататься там на лыжах. Подтвержденные финансовыми средствами у нас остаются работы в городском парке. Это по строительству ограждения, по бетонированию вот этой прогулочной дорожки, которую я озвучил, по устройству септика, потому что мы приобрели передвижные туалеты, которые планируем устанавливать в городском парке, но там нет септика. Эти работы у нас не подтверждены финансированием. Я, пользуясь случаем с этой трибуны, обращаюсь к главе муниципального образования Меринский район, Решат Нургаличу и Змухаметову, чтобы оказал содействие и выделили средства с районного бюджета на софинансирование работ по городскому парку. В завершении своего выступления мне хотелось бы выразить благодарность депутатам, руководителям учреждений, предприятий, организаций города Мирного, общественности за поддержку, взаимопонимание и совместную работу, направленную на социально-экономическое развитие города Мирного, на улучшение качества жизни нашего населения. Реализация всех планов, намеченных на 2016 год, будет возможна только при совместной и эффективной работе органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций города и активного участия наших горожан. Благодарю за внимание. Я напоминаю, что вы можете передавать свои вопросы в письменном виде в секретариат, а слово для доклада предоставляется главе муниципального образования Мирнский район Решату Нагалиевичу из Мухаметову. Добрый вечер, уважаемые жители Алмазной столицы. В принципе, все, что сказал в своем выступлении глава муниципального образования город Мирный, было озвучено, мне бы хотелось остановиться на некоторых принципиальных моментах касательно жизни всего района, ну и где-то, может быть, затронуть город Мирный. Для удобства мы уже несколько лет назад раздаем специальные такие информационные материалы, отчет о том, что сделано администрацией муниципального образования Мирнский район, конкретно для каждого муниципального образования, в данном случае для города Мирного. И здесь конкретно, вплоть до каждой копейки, расписано, на какие цели, на какие объекты были выделены из бюджета муниципального нашего района средства. Кроме того, отчеты у нас сегодня в городе Мирном завершающие. С 1 февраля администрация Мирненского района в каждом поселении провела вот такую кампанию по отчетам. 1 февраля у нас прошли в Удачном, 2 в Вайхале, 4 в Сюльдюкаре, затем у нас был Алмазный, Орлах, Светлый, Чернышевский. И вот сегодня, как я говорю, мы завершаем отчет в городе Мирном. Мне бы хотелось бы в отчете сразу остановиться, что прошлый год для Мирненского района был отметен тремя важными событиями. Три юбилея, как мы говорим, это 50-летие Мирненского района, 60-летие города Мирного и алмазобывающей промышленности и 70-летие Великой Победы. И весь 2015 год все основные мероприятия, которые проходили, как на территории города Мирного, так и на территории Мирненского района, были посвящены именно этим событиям. По итогам 2015 года Мирненский район стал победителем в двух конкурсах. Это 8-й всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в номинации за высокое качество планирования и исполнения бюджета. И по итогам за 2014 год, а республика подводит итоги годом позже, мы заняли в конце прошлого года второе место за достижение наилучших показателей по итогам оценки эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов. У нас было единственное отставание по инвест-программе. Дело в том, что в связи с тем, что акционерная компания «Лроса» прекратила строительство основных подземных рудников на территории Мирненского района и по инвестициям вперед, конечно, вышел Ленский район, который занял первое место по республике Саха-Якутия в целом, так как там сейчас ведется большое строительство, связанное с газопроводом «Сила Сибири». По итогам 2015 года самое значимое событие, наверное, которое произошло у нас в районе, это то, что впервые с 2002 года приостановился спад населения в Мирненском районе. И впервые за 13 лет количество выезжающих из Мирненского района стало меньше, чем количество прибывших. И население Мирненского района пока, по предварительным данным УФМС, по статистике мы получим и в начале марта, увеличилось почти на тысячу человек. Повторяю, впервые с 2002 года, и мы вернулись по численности на начало 2013 года. Хотя вы знаете динамику, в начале 90-х годов население Мирненского района составляло более 90 тысяч человек, и ежегодно на тысячу оно уменьшалось. И вот в прошлом году произошло вот это кардинальное такое изменение, хотя все прогнозные и стратегические планы у нас нацелены на оптимизацию населения на территории Мирненского района. Если говорить по количеству прибывшим, то впервые также, по данному УФМС, более 7 тысяч мигрантов из стран СНГ прибыли на территорию Мирненского района, в том числе в поисках работы. Большинство из них оказались это жители граждане Украины, более 1100 человек. Из них почти, ну, около 900, можно сказать, получили убежище, получили здесь работу, остались жить на территории Мирненского района. Более 140 их детей, несовершеннолетних, и были устроены у нас в детские сады и в школы. Следующая диаграмма, также у нас важное, ну, тоже событие. За последние 5 лет больше по рождаемости Мирненский район у нас 1087 детей родилось на территории Мирненского района. Мы, конечно, не пересели, ну, как бы не перешли тот рубеж, который был в 2009 году, когда на территории Мирненского района родилось больше всего детей, 1139. И вот динамика, которая вам показана, здесь говорит о том, что в последнее время в Мирненском районе стабильно, ежегодно рождается более тысячи детей. Ну, и здесь, как бы, 2009, вот 2015 год, я подчеркиваю в своих выступлениях, что, как бы, в годы кризиса у нас жители Мирненского района начинают думать не только о деньгах, но и о детях, о счастье, о семье, и как раз вот пик рождаемости приходится у нас на кризисные годы 2009 и 2015. Если говорить в целом о населении Мирненского района, то надо обратить внимание на то, что оно молодеет, население Мирненского района. Вот диаграмма порождаемости говорит о том, что в семьях появляется не один, а второй и третий ребенок, и более растет количество активного населения. Если посмотреть на занятость и уровень жизни населения, то у нас растет экономически активное население. То есть на рынке труда появляется больше населения трудоспособного, которое готово и может работать, что усиливает конкуренцию на рынке труда. Растет у нас и занятость населения, хотя многие говорят, что у нас все меньше и меньше работы, но статистика подчеркивает, что с каждым годом количество рабочих мест в Мирненском районе незначительно, но растет. Это, я повторяю еще раз, только официальные данные, данные статистики. В то же время мы растем, конечно, и по количеству пенсионеров. У нас более 20 тысяч пенсионеров, но из них где-то большая часть это работающие пенсионеры. Это связано с тем, что вы знаете, у нас с горным производством, с основным производством, пенсионерами становится и в 45 лет, у женщины в 50, в трудоспособном возрасте, мужчины 55 по северному стажу. По уровню заработной платы, значит, у нас по данным на 1 октября средняя заработная плата 84 280, но мы ждем по итогам 2015 года рост заработной платы по сравнению с 2014 годом на 10,1%. Вы знаете, что акционерная компания «Алроса» выполнила свои обещания, проиндексировала заработную плату на размер официальной инфляции в Российской Федерации на 12,9%, и поэтому рост средней заработной платы по итогам года мы ждем на 10,1%. Дальше мне хотелось бы обратить ваше внимание на реальный сектор экономики. Что же произошло в экономике Мирненского района? Ну, неплохие показатели по итогам 2015 года, лучшие, наверное, показатели с начала 2000-х годов. У нас произошел рост добычи алмазов почти на 22%, 18 миллионов каратов алмазов было добыто на месторождениях Мирненского района, но это было связано с вводом основных подземных мощностей. Вы знаете, Мирненский район – это единственный район в мире, на территории которого находятся 4 подземных алмазных рудника. Это рудник интернациональный, Мир, Айхал и Удачный. Увеличилась добыча нефти, и Мирненский район стабильно с прошлого года будет добывать более 1 миллиона тонн нефти. Вот на эти цифры мне хотелось бы обратить внимание больше. Мирненский район становится не только алмазным районом, но и нефтегазовым районом. Основными предприятиями, добывающими нефть на территории района, являются предприятия «Реляхнефть», но более значительные объемы производит предприятие «Тасюряхнефтегазодобыча», которое построило в 70 километрах южнее села Тасюрях, на территории Батуобинского наслега, современный вахтовый поселок, где трудится более 700 человек. Построило нефтепровод, по которому нефть качается из этого месторождения в большую трубу в Восточный Сибирь-Тихий океан. Первая тонна нефти была выкачана еще в конце 2014 года, в 2015 году вторая миллиона тонн нефти, и началось строительство в конце прошлого года второй ветки нефтепровода, которая позволит с 2018 года добывать на территории Батуобинского наслега, то есть на юге Мирненского района, около 5 миллионов тонн нефти ежегодно. Кроме того, буквально на неделе у нас Иркутская нефтяная компания объявила об открытии на территории Мирненского района крупного газового месторождения Бюинского, они вели там несколько лет геологоразведку, это месторождение примыкает к Чаиндинскому месторождению, а северная часть Чаиндинского месторождения газового находится также на территории Мирненского района. Вообще, если говорить о недропользователях, ведущих поиски нефти и газа, их сейчас 11 крупных недропользователей, которые работают на территории Батуобинского, Чаиндинского, Садынского, Чернышевского муниципального образования, Алмазного и даже города Мирного. Созданы новые компании, которые ведут поиски нефти и газа, такие как Мирный нефтегаз, Сюльдюкар нефтегаз, вот такие у нас компании появились в ближайшее время. И одна из целевых задач администрации Мирненского района является налаживание работы с этими новыми предприятиями и организациями, которые пришли сюда в поисках нефти и газа, а две внутри из них, если говорить о ЛРОСАГАЗ, еще добывают здесь нефть и газ. По электроэнергии произошло увеличение, по рыбной продукции, по цельномолочной продукции, это совхоз новый, это то, что у нас стал на ноги, Мирненский молокозавод, и по яйцам. Уменьшение произошло по добыче газа, но газовики говорят о том, что две рекордно теплые зимы привели к тому, что потребители, а у нас основное потребление газа это натопление, стали потреблять меньше газа, но и произошло уменьшение также по другим видам продовольствия. Хотелось бы обратить ваше внимание на долю Мирненского района в экономике республики Саха, Якутия. Это мы занимаем первое место по производству внутреннего валового продукта, 26% всего промышленного производства, которое находится на территории республики, расположено и производится на территории Мирненского района. Мы занимаем первое место по инвестициям в основной капитал, по прибыли предприятиям, но это благодаря деятельности акционерной компании ЛРОСА, а по итогам окончательно еще, наверное, по 2015 году 60% прибыльных предприятий республики будет расположен на территории Мирненского района. Мы занимаем первое место по производству электроэнергии, более 30% всей электроэнергии производится на территории Мирненского района. По строительству мы на третьем месте, но в 2016 году мы надеемся, и перед нами ставится такая большая задача, стать вторыми и ввести впервые за последние 10 лет более 20 тысяч квадратных метров жилья на территории Мирненского района. Я более отдельно, потом подробно на этом остановлюсь. Мы вторые по списку по численности работников, это город Якутск, потом Мирненский район, и вот мы с 1 июля стали вторыми по среднемесячной заработной плате. С 2012 года Мирненский район стабильно был лидером по уровню заработной платы в республике, но после того, когда акционерная компания «Лроса» подняла более чем на 20% с 1 января 2012 года заработную плату, но сейчас мы находимся на втором месте, так как нефтяники и газовики Ленского района получать стали больше заработной платы, и это есть разговор с нашими основными производителями продукции. По бюджету, буквально коротко, выполнен у нас бюджет по доходам на 101%, не выполнен по расходам, но вы понимаете, что это не самое страшное, что мы по доходам получили 101%, по расходам 85%, то есть часть бюджета у нас, так скажем, сэкономлена, не освоена, но это не самое страшное, я подчеркиваю, в настоящее время. Растет структура доходов у нас по безвозмездным поступлениям, по собственным доходам. То есть по доходам у нас более 3 миллиарда 816, по расходам 3 миллиарда 928 миллионов рублей. По структуре, тоже буквально коротко, бюджета, сравнение хотелось бы привести, 2014 и 2015 год, на что тратятся деньги районного бюджета. Но основная часть это образование, увеличились по сравнению с 2014 годом расходы в 2015 году по таким разделам, как культура, почти в два раза, на 50%, по физкультуре и спорт, и по социальной политике. По социальной политике они были связаны с тем, что в прошлом году мы рекордное количество оказали материальной помощи жителям Мирненского района. По, ну тут дальше, как бы цифры у нас по городу Мирному, по динамике рождаемости уже говорил Александр Валянурович. Я бы хотел еще по основным нашим объектам, по образованию, у вас в отчетах тоже есть, 56, ну 57 миллионов рублей было направлено из районного бюджета на капитальный и текущий ремонт школ, на 13, более 13 миллионов рублей на дошкольные образовательные учреждения, это в городе Мирном у нас два детских садика, садик номер 6 и садик номер 8, более конкретно у вас в отчетном материале это все расписано. По центру дополнительного образования, по детско-юношеской спортивной школе на капитальный и текущий ремонт было направлено более 21 миллиона рублей. Теперь по здравоохранению, вот тоже мне хотелось бы обратить внимание, к сожалению, по итогам опроса населения, проводимого центром стратегических исследований при главе администрации, при главе республики Саха-Якутия. Главным вопросом по неудовлетворенности для жителей Мирненского района до сих пор остается. У нас больше всего, более 50% жителей неудовлетворены состоянием здравоохранения, правда по сравнению с 2013 годом эта цифра упала 60 до 52. Дальше идет, только после проблем здравоохранения, жители Мирненского района недовольны ростом цен на продукты. Дальше на третьем месте они недовольны качеством интернета и сотовой связи. И на четвертом месте это состояние дорог и сообщения. То есть по-прежнему самым актуальным вопросом остается это состояние здравоохранения. Ну в последнее время принимались и организационные, и другие меры, и дом для медиков, который построен, и в ближайшее время будет введен 71-одноквартирный. Мы надеемся как-то решить эту проблему в последнее время со стороны и руководства компании, и правительства республики. Уделялось очень много внимания о проблемах здравоохранения, и мы надеемся, что с приходом нового главного врача Мирненской центральной районной больницы произойдут те изменения, которые ждут жители города Мирного именно в области здравоохранения. Ну здесь перечислены основные наши помощи, которые мы оказываем прибывшим врачам, материальную помощь, диаграммы. Кроме того, мы именно для Мирненской центральной больницы проводили для специалистов обучение, помогали в Якутском медицинском колледже, обучали по нашей программе фтизиатрия, оплачивали студентам, которые обучаются по направлению в Мирненском районе. 25 педиатров были у нас на усовершенствование направлены деньги, приобретено у нас медицинское оборудование, это гастрофилоскоп за миллион рублей, оборудование для противотуберкулезного диспансера и для лор-кабинета за счет районного бюджета было куплено оборудование на 3 миллиона 250 тысяч рублей. Это я подчеркиваю только для больницы города Мирного. Ну если говорить о культуре, то все мероприятия почти были здесь озвучены, я не буду на них останавливаться. Самый главный из них, это конечно у нас был фестиваль «Мирный поет о мире», эссех «Алмазного края», дни издательства «Бичик», международный фестиваль «Поэзии», «Благодать большого снега» и другие. По физкультуре и спорт это спартакеада среди поселений Мирненского района, посвященная юбилею, ну и другие традиционные мероприятия. По молодежной политике тоже у вас в раздаточном материале есть основные мероприятия. У нас в 2015 году начала работа молодежная лига КВН Мирненского района и вот тоже был проведен фестиваль, как я уже в нем говорил, молодежный фестиваль «Мирный поет о мире». Теперь по жилищной политике, касаемо тоже города Мирного. Значит, уже было сказано, что администрация района в прошлом году приняла решение и началось строительство 53-х квартирного дома для работников муниципальной сферы на пересечении улицы Московская и Яюнского. Принято решение о том, что мы тоже за счет районного бюджета построим 71-квартирный дом. Дом учителей появится тоже в городе Мирном. Мы очень надеемся, что в конце следующего года, 17-го года он будет введен точно такой же, как по проекту, как построен дом для медиков. То есть у нас будет дом медиков в городе Мирном и дом учителей, который появится у нас тоже в городе Мирном. У нас 11 свидетельств с молодым семьям получили по городу Мирному. 23 работника бюджета муниципального получают компенсации по аренду жилья. Четырем работникам бюджетной сферы были выделены субсидии на погашение жилищных кредитов при обретении жилья. И 71 работник бюджетной сферы получили жилье в течение прошлого года из специализированного жилого фонда. То есть 71 работника бюджетной сферы, еще раз повторяю, каким-то образом улучшили или решили свои жилищные проблемы за счет специализированного жилого фонда муниципального образования Мирненский район. Дальше по социальной политике тоже отдельно останавливаться не буду. Здесь все суммы в рублях кому, как, где, на что мы оказывали материальную помощь определены. Я бы хотел обратить внимание, что в 2015 году специально в честь юбилея Мирненского района мы работникам бюджетной сферы, которые отработали в бюджете более 40 лет Мирненского района, приобретали путевки профилакторий «Горняк», как могут пользоваться также ветераны акционерной компании «Алроса». И у нас по этим путевкам тоже отдыхали жители города Мирнова. Ну и две квартиры по социальной политике. У нас были приобретены две трехкомнатные квартиры в каменном доме для одиноких многодетных матерей по программе «Мирненский район. Благожелательные дети». По социальной политике мне хотелось бы отметить, что мы в последнее время материально поддерживаем некоммерческие организации НКО. По городу Мирнова в прошлом году субсидии из районного бюджета получили такие учреждения, как «Православная гимназия», «Общество многодетных семей Надежда», «Северный скат» — это у нас подводники, ну, дайверы, православная гимназия еще раз, организация «Сардана» — «Якутский клуб», «Автоклуб Медведь» и «Добровольная пожарная команда». Это те организации, которые зарегистрированы по городу Мирному. По предпринимательству и туризму тоже в вашем раздаточном материале указано. По тем объектам, которые были введены в 2015 году, тоже у вас все есть. Здесь мне хотелось бы обратить внимание на то, что администрация района построила, все-таки вела в строй в прошлом году инфекционное отделение Мирненской центральной районной больницы в микрорайоне Заречный. И было введено у нас новое общежитие для работников бюджетной сферы по адресу Ленинградский 1-1. Вот это такие крупные объекты, которые... Ну, и компания построила детский сад, вы знаете, Лукоморье, о котором говорила здесь, которые подарила муниципальному образованию Мирненский район для детей Мирненского района. Про автогородок тоже здесь было озвучено. Ну, и еще говорить у нас... Это многофункциональный центр моей документы, которые раньше открылись в Вайхале удачном, по оказанию государственных, а потом и муниципальных услуг в ближайшее время, тоже открылся в городе Мирном, о котором мы долго говорили. Были сделаны у нас ремонты в библиотеках, в Вайхале, в Удачном, и вот тоже в детской библиотеке в городе Мирном в рамках Года русской литературы. Если говорить в целом по району, по вводу объекта в 2015 году, то мне хотелось бы обратить внимание, что за счет районной администрации мы завершили ремонтные работы в Удачинской городской больнице, это в отделении переливания крови и в наркологическом отделении, которое было введено 1 декабря прошлого года, появилось новое наркологическое отделение в Удачинской городской больнице. Завершился ремонт, значит, тоже долгоиграющий на базе бывшей средней школы номер 20 в городе Удачном, куда в конце прошлого года переехал центр дополнительного образования в городе Удачном и удачинский филиал Мирненского регионально-технического колледжа, где они получили новое помещение. Новое здание полиции получила полиция в городе Удачном, благодаря 90 миллионам рублей, которые были выделены за счет акционерной компании «Алроса» в рамках юбилея Мирненского района. Были открыты многофункциональные центры моей документы в Удачном Айхале, были открыты дополнительные филиалы в нашей муниципальной аптеке по просьбе жителей для шаговой доступности. Это два филиала открылись в Удачном Айхале, один филиал в городе Удачном, и вы знаете, мы начали капитальный ремонт нашей аптеки номер 66 в городе Мирном, который в этом году будет завершен. Было построено по программе переселения из ветхого аварийного жилья, введены и строят были два 12-квартирных дома в поселке Айхал. Ну и, если говорить еще по жилью, был введен 4-квартирный дом впервые для работников бюджетной сферы в селе Тасюрях, завершен был тоже долгоиграющий ремонт детского садика в селе Сюльдюкар, и принято было важное решение о продолжении строительства и ввода в этом году, я считаю, тоже важное для района событие, это строительство учебно-рабораторного корпуса Мирненского политехнического института, которое, мы надеемся, будет введено в этом году по улице Аюнского. Ну и, если говорить о целевых задачах на 2016 год, их у нас 18, одна из них это доведение минимального размера оплаты труда для работников, которые финансируются из бюджета муниципального образования Мирненский район с 1 июля до 20 тысяч рублей, сейчас она составляет 18 тысяч, по республике, вы знаете, 15 тысяч 600, правда, сейчас не модно говорить о повышении заработной платы, но я надеюсь, депутаты Мирненского районного совета как бы внимательно отнесутся к этому предложению. Дальше у нас это самая главная задача, наверное, чтобы все-таки пришел к Мирному широкополосный интернет в ноябре 2016 года по всем соглашениям он должен появиться в городе Мирном, поселке Чернышевске. Оборудование для Ростелекома по программам уже поступает в Мирном для этого объекта, ну и мы надеемся, что в ноябре этого года все-таки тот долгожданный интернет, он появится на юге Мирненского района. Дальше у нас должна быть продолжена программа, о которой говорил Александр Валянович, это программа новая пятилетняя на 2016-2020 годы, программа переселения из ветхого аварийного жилья и строительства нового жилья. Компания предусмотрела на это 1 миллиард 900 миллионов рублей на пятилетку. Мы должны завершить снос двух домов в поселке Надежном, города Удачного, нескольких домов в поселке Айхал и вот 24 двухэтажных деревянных дома по городу Мирному. И завершить ту программу, которая была признана еще на 1 января 2013 года. Дальше у нас это из целевых задач можно отметить. Вот 53-квартирного дома для бюджетников в городе Мирном, 4-квартирного дома, который мы начинаем строить в поселке Алмазный, в селе Орлах может быть нам получится, но конкурс еще не объявлен в декабре. Надеемся, появится дом для бюджетников. Мы должны в сентябрю обязательно ввести новый 22-квартирный дом в Айхале для переселения 18 семей из постоянно проживающих в поселке Маркока, так как совместно с руководством компании Алроса принято решение перевести работу автопункта, столовой, диспетчерского пункта на Маркоке на вахтовый режим, потому что, к сожалению, вот даже на территории Мирненского района мы не можем обеспечить жителей в 21 веке комфортабельными, благоустроенными условиями жилья. Там нет ни больницы, ни клуба, ни библиотеки, ни дворца культуры, ни школы. Люди справедливо ставят этот вопрос, поэтому было принято решение переселить постоянно проживающих работников в поселок Айхал, на территории которого в муниципальном образовании находится поселок Маркока, а все рабочие специальности перевести на вахтовый метод. Ну и совместно с компанией у нас 50 на 50 будет построен этот дом. Дальше у нас это построить спортзал и пищеблок в селе Сюльдюкар, ну и самое главное, начать строительство круглогодичной дороги до села Сюльдюкар. Вот у нас мы говорим о важных событиях в жизни интернет, а у нас в 70 километрах находится село Сюльдюкар, где живут коренные жители этой земли, которые не имеют постоянной автодороги. Решение об этом принято, выделено на 25 миллионов рублей. Мы начнем в этом году строительство этой дороги до села Сюльдюкар, которая позволит в дальнейшем обеспечить круглогодичное сообщение с этим селом, повторяю, который находится на территории богатейшего Мирненского района, но не имеет постоянного дорожного сообщения. Летом только на катерах, лодках, в межсезонье нет вообще связи, а зимой только по зимнику. Дальше, ну в принципе, вот это основные задачи, ну и еще если говорить о будущем, о 17 году, то у нас два больших юбилея в 17 году, 50 лет будет отмечать город удачный, подписан на распоряжение главы республики, совместно с правительством республики, акционерной компанией ЛРОСа, городом удачным и Мирненским районом, мы должны в городе удачном отремонтировать капитально дорогу от аэропорта Полярный до нулевого километра, привести, ну, современные материалы, сделать отделку трех детских садов муниципальных, в городе удачном, отремонтировать общественный центр дворец культуры в городе удачном, и завершить капитальный ремонт школы номер 24. И в 17 году уже исполнится 50 лет пуску первого гидроагрегата в Вилюйской ГЭС, это основное событие будет для поселка Чернышевский, где подписано у нас тоже соглашение с Якутской Энерго, которое за три года должно 80 миллионов из своей прибыли направить денег на развитие, на социальное развитие поселка, построить храм, отреставрировать ряд служебных помещений. Мы со стороны республики, со стороны района, также будут туда вложены деньги, ну, в благоустройство, приведение в более-менее состояние жилого фонда поселка Чернышевский. Вот, в принципе, у меня все. Самое главное, что год 2015-й в целом был неплохим годом для Мирненского района. Все основные показатели у нас выполнены, выполнены не как районом, так и поселениями, так и, самым главным, нашим градообразующим предприятием акционерной компании «Алроса». И я очень надеюсь, что начавшийся 2016-й год будет не менее позитивным, и, несмотря на все те события, которые происходят в мире и в нашей стране, как и в экономике, в первую очередь, все-таки в меньшей мере отразятся на жизни жителей Мирненского района. Все у меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ За время двух докладов поступило большое количество письменных вопросов. Рабочий президиум уже разобрал эти вопросы, я думаю, готовы на них ответить. Но сразу хочу предупредить, бывают такие вопросы, которые требуют более тщательного изучения, более тщательной проработки, и не дают возможности быстро на них ответить. Не переживайте, эти вопросы будут приняты в работу, и ответы на них вы сможете прочесть на официальном сайте города Мирного в разделе обращения граждан, также в газете Мирненский муниципальный вестник и на официальном сайте Мирненского района алмазный-край.рф. После ответа на письменные вопросы у вас будет возможность в форме диалога задать вопросы через микрофоны, которые у нас есть в зале. Да, рабочий президиум разобрал вопросы, но, к сожалению, поступили только мне почему-то вопросы в администрацию города Мирного. Вот, первый вопрос. Девятиэтажному дому по улице Комсомольской, 25А, уже 35 лет, покраска дома ни одного раза не проводилась, наш обещанный ремонт, что включает в себя график, но, увы, что же нам ждать? Ну, во-первых, все вы знаете, что на сегодня законодатель снял полномочия с муниципалитетов по проведению капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. И на сегодня мы с вами оплачиваем взносы за проведение капитальных ремонтов в фонд капитального ремонта. Там существует программа, которая определяет, согласно износа дома, технического его состояния, когда, на какой год, какой вид работы поставить по данному дому. И сейчас это все находится в полномочиях, ну, получается, фонда капитального ремонта. Мы этот вопрос практически не курируем. Но мы хотя понимаем сложность этого вопроса, вообще проведения капитальных ремонтов на территории нашего города. Поэтому мы обратились к фонду капитального ремонта, чтобы он нам передал на уровень города свои полномочия. И мы могли здесь влиять на проведение этих ремонтов и в том числе контролировать качество. На сегодня пока вопрос остается открытым. Как только будет решение от руководителей фонда капитального ремонта, мы дополнительно вам сообщим информацию. Два года назад просили вернуть остановку в районе школы номер 12 по улицам Комсомольской, маршрут Заречный, третья фабрика. Ведь в нашем районе очень много пенсионеров и инвалидов. Глава района обещал решить этот вопрос в конце 2015 года. Как решен этот вопрос? Сейчас скажу, что на сегодня у нас увеличилось количество автотранспорта в городе Мирном. И увеличилось в разы, нужно сказать. И с каждым годом это количество еще увеличивается. Поэтому мы вопрос возврата остановки рассматривали несколько раз. Несколько раз он откладывался, потому что ГИБДД не согласовывали. И в том числе то, что у нас очень узкие улицы. Мы на сегодня согласовали с инспекторами ГИБДД взять и обустроить одностороннее движение по дорогам. Это прежде всего улица 40 лет Октября, улица Московская и улица Комсомольская. Для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасность на наших дорогах. Сейчас я вас активно призываю. Мы понимаем, что сколько будет критики, столько будет, наверное, и положительных эмоций. Но учитывая, что у нас очень узкие проезды и никак, многие предлагают, давайте вырубим все газоны и до тротуаров расширим дорогу. Но мы считаем, наверное, это неправильно. Поэтому с ГИБДД согласовали. Сейчас будем проводить эту работу. Мы запустим обсуждение, ну, запустим на нашем сайте опрос у жителей. Предложим вот этот вариант создания одностороннего движения. И тогда уже будем смотреть, как нам формировать автобусные остановки и где. За магазином Арктика по Ленинградскому проспекту бывший дивизион давно стоит, бесхозяйное здание. Окна разбиты. Будет ли снос этого здания и когда? Ну, здание не наше. Здание в оперативном управлении находится у дивизиона. Мы, в свою очередь, обратились к ним, что оно им не нужно, чтобы они нам его подарили. И администрация района также обратилась к ним с этой просьбой. Но, к сожалению, собственниками этого здания является Росимущество Российской Федерации. Поэтому вопрос пока открытый. Снести мы его не можем, потому что это не наше имущество. Хотя нам очень этого хочется. Но мы, в свою очередь, обратились к руководству Росимущества. Если будет принято решение нам его передать, конечно, мы его будем сносить и смотреть, как дальше развивать эту территорию. Уважаемый Александр Валенурович, в рамках запланированных по шоссе 50 лет октября реализации проектов комплексной жилой застройки предусмотрено ли развитие сопутствующей социальной инфраструктуры. Имеется в виду строительство детских садов и школ. В большинстве городов нашей Родины, наверное, кто-то представитель коммунистической партии писал, при комплексных застройках детские сады и школы возводят частные инвесторы, ведущие жилищную застройку. Муниципалитет в результате готовые детские сады получает и школы. Действительно, этот вопрос мы рассматривали, но на сегодня та застройка, которая у нас предусматривает перспективную, это по шоссе 50 лет октября, там нет зон, где будут обустроены или детские сады, или школы. Но вопрос нам понятен, и мы его рассматриваем и никаким образом не отодвигаем. Мы сейчас сделали проект планировки на 1-7 квартал, и в дальнейшем будем прислушиваться. Нам очень тяжело было раньше вообще в город пригласить застройщика, который бы приступил к строительству жилых домов. На сегодня эта ситуация улучшается, и у нас уже не один подрядчик, который хочет участвовать в аукционах по строительству жилых домов. Наверное, мы и эти меры будем принимать тоже. Вопрос по частному сектору. Почему ведется хаотичная застройка, дома возводятся вплотную друг к другу, без соблюдения требований пожарной безопасности, нет минимального разрыва. На территории, предназначенной по ДЖС, возводятся магазины и оптовые базы, не только загрязняют прилегающую территорию, но и затесняют дома и участки соседей. Заборы и ограждения выносятся за красную линию, в некоторых местах нет даже тротуара. Прилегающая дворовая территория завалена, наверное, скорее всего, мусором, написано, или техникой. Здесь действительно ситуация есть такая, но мы, когда подписываем, было распределение земельного участка, был определен собственник земельного участка, он, когда получает разрешение на строительство, мы ему описываем все условия. Потом он, когда строительство осуществляет и приходит к нам получать разрешение на ввод в эксплуатацию, чтобы оформить свое жилье, у нас выезжает проверка и проверяет. Если он, грубо говоря, нарушил нормы, которые мы предусматривали в разрешении на строительство, тогда мы его принуждаем, чтобы он там или ограждение перенес, или осуществил снос какой-то своей постройки, которая приближена. Но, к сожалению, у нас действительно в частном секторе такие моменты есть. На сегодня мы создали в структуре администрации и строительный контроль, и жилищный контроль, и лесной контроль. Поэтому данным вопросом будем уделять внимание. Я работаю над проектом в конкурсе «Я гражданин». Мне с друзьями нравится гулять на детских площадках, особенно на качелях и каруселях. Они зимой всегда под снегом. Друзья моих родителей предложили нам почистить около дома одну площадку. На прошлой неделе мы почистили площадку рядом с нашим домом. Оказывается, много желающих поучаствовать в этом. Вопрос, может ли мэрия нам как-то помочь, например, с инвентарем, лопат на всех у нас не хватает. Хороший вопрос. И тут же второй вопрос к этому же. Кто в городе Мирном должен убирать детские площадки в городе от снега? В течение года не убирается ни одна площадка. Сейчас каждые выходные очищают уборку нашей тимуровцы. Спасибо вам, тимуровцы. Должны убирать наши коммунальные службы. Ну и объясню ситуацию. Вот у нас бюджет в 2012 году составлял 270 миллионов рублей. И на сегодня было у нас большое количество долгов. На сегодня мы практически все долги закрыли. И бюджет у нас составляет 750 миллионов рублей. Мы только два года назад начали работать над тем, чтобы убирать внутриквартальные проезды. Раньше их никто не убирал в городе. Мы увеличили финансовые средства на уборку внутриквартальных. Увеличили периодичность уборку городских дорог. Сделали обновление практически всего парка техники. На сегодня мы за этот год ни разу не обратились за помощью к акционерной компании «Алроса» по уборке. А два-три года назад у нас были задержки заработной платы в муниципальных предприятиях. Мы не выплачивали в уровне заработную плату проверки прокуратуры. У нас не было отопления, холодной воды не было. На сегодня все это есть. И мы готовы дальше двигаться в этом направлении. Я благодарю вас, тимуровцы, что вы выходите и нам в этом помогаете. Естественно, мы будем поддерживать вас. Будем обеспечивать инвентарьем. В летний период мы эти площадки все обслуживаем. Но здесь нужно сказать, что мы 58 площадок только что закончили работу по признанию их в свою собственность. Они были бесхозяйными. И мы не имели права даже выделять средства с бюджета на их обслуживание. Это большая была проведена работа не только по детским площадкам, по электрическим сетям, по сетям ТВК, по дорогам по нашим, по внутриквартальным проездам. На сегодня эта работа приближается к завершению. И, конечно, мы будем выделять средства в будущем на обслуживание детских площадок не только в летний период, но и в зимний. А сейчас я просто с этой трибуны благодарен вам, наши тимуровцы, что вы идете по такому направлению. И мы готовы вам оказывать содействие, тем более то, что вы нам помогаете в нашей работе. Александр Валенурович, рекомендуем рассмотреть возможность установки пожарных сигнализаций в пожароопасных домах, в деревянных исполнениях, в первую очередь для малообеспеченных семей. Мы рассматриваем этот вопрос. На сегодня сейчас делается статистика, оформляются полностью документы, чтобы понять, какой объем финансирования необходим. И уже поручения были даны. Отдел ГОЧС наш с отделом социальной политики этим вопросом занимается. Как мы его рассмотрим, будем знать, сколько требуется финансовых средств. Мы эту работу будем производить, прежде всего по малообеспеченным семьям. Но вообще тут надо смотреть и во всем деревянном секторе, хотя бы общедомовые места оснастить охрану пожарной сигнализацией. Этот вопрос очень интересный. Не знаю, конечно, кто его написал. Не подписался. Уважаемый Александр Валенурович, скажите, пожалуйста, стоя при зажжении огня памяти, вы находились ногами на мемориале. А ведь там находятся капсулы с землей братских могил городов. Вы считаете это допустимо? А как на памятнике погибших солдат, что говорить про детей тогда, если это себе позволяют городские власти? Я, во-первых, считаю вопрос это некорректным, сразу могу сказать. Во-вторых, я, когда зажигал огонь памяти, я преклонил колено, отдав дань памяти всем нашим ветеранам. И вообще я с глубоким уважением отношусь к нашим ветеранам. И у меня дед прошел всю Великую Отечественную войну и Японскую войну. Вопрос, считаю, просто некорректным. Жильцам дома по улице Ленина, дом 4, корпус 2, попали в руки копии соглашения, по которому при передаче в ЖКХ муниципальную собственность компании «Алроса» было выделено 1,3 миллиарда миллиона рублей на ремонт подъезда до конца 2015 года. Ремонта не было, в подъезде грязно, холодно, батареи, предусмотренные проектом, отключены. Лифт очень часто ломается, грохочет под домами, постоянно что-то бежит, входная лестница разбита, тротуары вокруг дома отсутствуют и так далее. Ленина дом 4, вообще это первый квартал у нас получается, сейчас мы там ведем строительство. Значит, благоустройство этого квартала будет. Я уже говорил в своем вопросе, в своем ответе, в докладе, что мы сейчас приступаем к асфальтированию первого квартала и благоустройству дальше. Там и будет детская площадка и спортивная площадка. Что касается денег, которые были выделены по соглашению, ежегодно корректировались планы, в планах были деланы изменения, и приоритет реализации этого соглашения был пересмотрен всеми сторонами. И вот эти косметические ремонты, которые были заложены на ремонт подъездов, денежные средства были направлены на ремонт жизненно важных конструктивов жилых домов, свайного поля, цокольного перекрытия, черновых полов ремонт. Поэтому все средства, которые предусматривались именно на косметику, они были переориентированы. И у нас в соглашении был такой пункт, что ежегодно мероприятия согласовываются дополнительно. Поэтому так и происходило. Как правильно оформить землю или участок под строительство гаража? В какую службу нам обратиться? Обратиться надо в управление имущественных отношений, которое находится у нас на Ленина 11. Туда подойти наши специалисты, вам скажут, как надо действовать. Уважаемый Александр Валенурович, наш город красив и зимой, и летом, но очень портят его вид грязные фасады магазинов. Например, на улице Советская, обшитые сайдингом, присоединенные магазины очень грязные. На улице Ленина, напротив института, да и много где еще. Почему администрация города не обращает на это внимания? Администрация города обращает внимание, и не только, на все. И мы формируем документы, передаем их в административную комиссию, и административная комиссия налагает штрафы. К сожалению, больше других мер принятия к собственникам у нас возможности нет. Путем воздействия только через административную комиссию, если несколько раз будет нарушаться, ну, значит, привлечением гражданина в судебном порядке. Мы пенсионеры, которые получаем пенсию 18-го числа и после оплачиваем коммунальные услуги. Пенни будут увеличиваться. Нужно отремонтировать улицу Кузьмина в поселке Заречном и другие улицы. Летом невозможно ездить. Вот, что касается пенсии. Ну, 18-го числа пенсию будете получать, пенни, они не насчитываются в течение месяца. Можно спокойно оплачивать, они будут насчитываться по истечению месяца со дня неуплаты. А что касается улицы Кузьмина, ну, в микрорайоне Заречном вообще у нас ситуация такая, я уже сказал, что у нас 23 дороги без хозяина, которые мы до сих пор еще не оформили. Те дороги, которые мы оформили, мы уже обслуживаем и чистим. А вот эти 23 дороги у нас в стадии оформления. К сожалению, законодательная процедура, она очень длительная, требующая определенного времени. Они должны, мы вот провели инвентаризацию, документы оформили, сдали в Росреестр. И в Росреестре документы должны находиться в течение одного календарного года на учете. Потом мы только можем их признать в свою собственность и дальше выделять средства на обслуживание. Вот с улицы Кузьмина происходит именно так в Заречном. И не только с улицы Кузьмина. У нас ряд таких улиц есть. Но мы эту работу ведем и постепенно прибавляем. Вот у нас не обслуживалась объездная дорога. Мы ее оформили, сейчас обслуживаем. Мы Солдатова не обслуживали. Раньше акционер-компания ее обслуживала. Сейчас мы ее оформили, обслуживаем. И вот таких улиц много. И мы будем постепенно эту работу наращивать. В России с января 2016 года принят указ, что кому за 70 скидка на капитальный ремонт применяется 50%. У нас этот указ действует или нет? Мы, наверное, ответим через средства массовой информации. Потому что я не помню, чтобы тем, кому за 70 была какая-то предоставлена скидка по взносам капитального ремонта. Там, по-моему, говорится о лицах жителей, кому больше 80 лет. И они освобождаются от уплаты. А скидка не предусматривается. Она все равно человек платит, а ему в виде субсидии идет возврат денежных средств. Но платить он обязан в полном объеме. Как выбираются улицы для укладки асфальта? На улице Ленинградский проспект и так был хороший асфальт. Зачем там проводили такие работы? Вообще на Ленинградском проспекте там не так уж был и хороший асфальт. Там были провалы. Мы почему еще идем по Ленинградскому проспекту? Потому что наш город на сегодня строился так, что у нас нет водоотводных лотков. По Ленинградскому проспекту мы сделали водоотводные лотки. Эту улицу заасфальтируем и уже, наверное, на долгий период времени забудем. А в городе вообще нам предстоит заниматься именно водоотведением. Потому что в основном разрушение асфальтового полотна происходит именно из-за этого. И как мы выбираем? У нас совместная комиссия работает с представителями МУАДа, акционерной компании «Алроса», УЖКХ города и с представителями акционерной компании «Алроса». Мы в весенний период делаем объезд, все участки дорог рассматриваем, определяем, где будем производить ямочный ремонт, а где будем производить асфальтирование городских дорог. Тут надо учитывать, что я уже в своем докладе сказал, что у нас идет софинансирование в размере 50 на 50. 50% мы выделяем средств на дороге, 50% акционерной компании «Алроса». И средства, которые компания «Алроса» выделяет, она вправе направлять на те участки дорог, которые пожелает и сочтет нужным. Поэтому мы практически участвуем только в диалоге и определяем совместно, где, какие ремонтные работы проводить мы будем. По улице Амосова идет строительство девятиэтажного жилого дома. Будет ли еще строительство жилых домов в этом районе? Четыре дома расположены вблизи, строительство по факту не имеет придомовой территории, отсутствуют нормальные тротуары, нет детских площадок, стоянок для машин. Вот знаете, этот вопрос уже задается на протяжении, наверное, месяцев четырех. И мы уже на него отвечали и не только нашим жителям. Я и сам лично ездил на встречу с жителями, которые проживают там, встречался. У нас прошла уже не одна проверка, много было запросов по строительству этого жилого дома. Хочется сказать так, что жилой дом, когда приступали строить, не просто же так приступали строить. То есть был изготовлен проект, а это девятиэтажный дом. Проект этот прошел экспертизу. Сейчас после таких обращений граждан мы попросили подрядчика, он дополнительно еще за свой счет направил на государственную экспертизу. Но хотя она не требуется, государственная экспертиза для строительства. Все равно направили и эти все данные опубликуем. Прошли проверки, нарушения у нас не обнаружили по строительству там жилого дома. И плюс ко всему, там рассматривалось вообще, когда начинали там строительство, рассматривалось вообще строительство двух девятиэтажных жиловых домов. Мы, хотя и технические возможности там есть. Потому что нам и институт Якутни про Алмаз делал заключение. И мы собирались на уровне технических специалистов компаний, которые давали, что возможно сделать, построить там два дома, которые будут обеспечены инфраструктурой. Со стороны западноэлектрических сетей там вообще подстанция обеспечена мощностью, которая хватает. Но мы в свою очередь рассмотрели и отказались от строительства второго дома, что построим там только один дом, а с двух его сторон сделаем благоустройство. Сделаем детскую площадку, сделаем спортивную площадку и парковок там предостаточно. Вот вопрос был задан, будет ли иное там еще строительство. Иного строительства не будет. И мы для себя ставили цель вообще, что сделать этот квартал один из самых привлекательных и благоустроенных в нашем городе. У меня все по вопросам. Есть там, да? Еще есть один вопрос. Я хотел бы попросить на него ответить. У нас в зале присутствует начальник управления потреб рынка и развития предпринимательства Кандыба Владислав Николаевич. Вопрос звучит следующим образом. Очень хотелось бы, чтобы хоть как-то контролировались цены на продукты в наших магазинах, а также качество продуктов. Добрый день, уважаемые жители города Мирного. Это традиционный вопрос, на который мы ежегодно отвечаем. И прежде всего, вот что хотелось бы сказать. Со времен Бориса Николаевича Ельцина наше государство стало на рыночные рельсы. И цены у нас контролируются рынком. То есть у нас рынок устанавливает те цены, которые и есть. А администрация муниципального образования Мирненский район контролирует торговые надбавки на социально значимые продукты. У нас Республика Саха-Якутия – это единственный регион, который контролирует торговые надбавки. На территории всей Российской Федерации цены диктует рынок. В нашем районе есть постановление главы района, которое содержит 23 наименования социально значимых продуктов. За 2015 год специалистами нашего отдела совместно с прокуратурой было проведено 53 проверки. Из них 21 проверка состоялась на территории города Мирного. И было выявлено 14 нарушений превышения торговых надбавок. По результатам этих нарушений 8 предпринимателей были подвергнуты штрафным санкциям в сумме 50 тысяч рублей каждый. Поэтому работа эта ведется и будет вестись перманентно. Теперь, что касается качества товаров. Качество товаров у нас контролируется Роспотребнадзором. Но в связи с тем, что и государственные меры, и меры, которые принимает наша администрация, направленные на развитие бизнеса в том числе. Поэтому просто так кошмарить бизнес без конца его проверять не может никто. Поэтому, если есть такие факты, вы должны написать письменные заявления. И на основании письменного заявления будет проведена проверка того или иного предпринимателя. И в случае обнаружения данных фактов или подтверждения данных фактов будут применены меры воздействия к нему. Добрый вечер. Поступил вопрос о наболевшей проблеме для муниципальных, наверное, государственных заказчиков. В нашем районе много аварийных домов. На некоторые выделены средства, которые стоят в плане ремонта. Когда проходят торги, то находятся такие игроки, которые ставят своей целью, лишь бы выиграть, не задумываясь о том, что цены уронили до того, что даже на закуп материалов не хватит. Затем отказываются от выигранного тендера. И это идет на следующий круг. В результате объект упадет, пострадают люди, а бюджетные деньги будут неиспользованы. Вопрос простой. На самом деле не очень простой. При вашем самоуправлении, самофинансировании, применении форс-мажорных обстоятельств в интересах населения, что не нарушает закон, можно же самостоятельно выбрать грамотных подрядчиков, с надлежащим оборудованием и возможностями без всякого риска недоделок и переделок и сроков. На самом деле здесь есть заблуждение понятия самоуправления и самофинансирования. Несмотря на это, требование федерального закона о государственных муниципальных закупках, это 44-й федеральный закон, мы обязаны исполнять. И я бы сказал неправильное понимание термина, который есть в 44-м ФСФ, форс-мажорные обстоятельства. А тут по 44-му федеральному закону в данной ситуации речь идет в первую очередь о чрезвычайных ситуациях, в основном природного характера, пожары и так далее. Поэтому здесь действительно проблема, как я уже сказал, есть, наболевший для всех нас вопрос. Тем не менее, именно что касается ремонта, конечно же, мы обязаны проводить только по 44-му федеральному закону. Потому что в понятии многих людей, даже некоторые у нас в поселениях, есть в 44-м у единственного подрядчика, но эти ситуации тоже оговорены федеральным законом, а не так, что вот у меня в селе один магазин, значит, я буду у него у единственного закупать. К сожалению, это не так. Тем не менее, вопрос интересный, и здесь есть контакт, и мы обязательно свяжемся с человеком, задавшим вопрос, обсудим и дадим письменный ответ. Спасибо. Я бы хотел ответить на два вопроса. Поступил вопрос, почему все кружки и секции для детей платные. Но здесь, наверное, надо разделить, на самом деле, у нас то, что в детской и юношеской спортивной школе и в образовательных учреждениях, которые финансируются за счет бюджета района, все секции бесплатные. Но, к сожалению, акционерная компания «Алроса», да, я понимаю, этот вопрос имеет в виду в отношении компании к культурно-спортивного комплекса, приняла решение о взымании платы с 1 января этого года с детей. Вы знаете, что три года компания не взымала, было такое социальное достижение для трудового коллектива. Сейчас, к сожалению, да, акционерная компания «Алроса» приняла решение взымать деньги за посещение с родителей, за посещение кружков и секций. Теперь вопрос. Большая просьба главе района рекомендовать районному управлению образования перейти на пятидневное обучение. Об этом мечтают все родители. Ну, я могу, конечно, Татьяне Анатольевне, директорам, рекомендовать перейти на пятидневное обучение. Правда, дети, конечно, будут учиться 7-8 уроков, потому что такая программа. И, ну, я могу рекомендовать перейти на односменную учебу, прекрасно понимая, что это невозможно в наших школах. К сожалению, количество детей у нас растет. И вот здесь надо обратить внимание, я не стал в докладе, у нас очень действительно стоит вопрос о том, что опять возникает вопрос о строительстве школ, в том числе школы в городе Мирном. Количество детей растет. Количество детей, обучающихся во вторую смену, тоже у нас и в Удачном, более 300 детей, и в Вайхале более 600 детей уже во вторую смену, и по городу Мирном у нас. И в течение буквально ближайших двух лет у нас количество учеников прибавится на тысячу. Сейчас 10 тысяч, будет 11 тысяч. А тысяча учеников – это новая такая громадная школа, как 26-я, самая большая школа в нашем районе. Поэтому проблема есть. Переход, но это связано с федеральными стандартами, на пятидневное обучение, он же нереальный, Татьяна Анатольевна. Так же, как вот есть у нас мечта перейти на однодневное, на односменное обучение. Но пока это, я повторяю, из-за того, что мы так хорошо живем и много рожаем, вот это нереально. Я вам, как глава района, обещаю, что мы не перейдем в ближайшее время на пятидневное и на односменное обучение. Еще вопрос. Поступил один еще вопрос. Возле дома по Комсомольской 25А со стороны бассейна «Кристалл» была бетонная дорожка, но пять лет назад были ремонтные работы и вырыта яма диаметром два метра. По нашей жалобе была частично закрыта, вернее, по центру, а края остались открыты 40-50 сантиметров. Уже несколько человек вечером попали в эту ловушку, когда будут устранены недоделки. Неужели ждут работники ЖЭУ-1 переломов и травм? Хорошо, мы этот вопрос принимаем, рассмотрим совместно с работниками ПТВС, выйдем, посмотрим и примем меры. Пожалуйста, устные вопросы письменные закончились. Есть ли устные вопросы у присутствующих? Пожалуйста, Сергей Геннадьевич. Добрый вечер, уважаемый президиум и присутствующий в зале. Я сразу предупреждаю, что я не от КПРФ выступаю, а как простой житель города Мирного, которому столько же лет, сколько и городу. Ну, прежде всего, к Александру Валенуровичу. Ну, не столько вопросы, сколько пожелания. Александр Валенурович, я прошу обратить внимание, особое внимание сейчас на уголок, где открылся недавно детский садик, новый детский садик и Лукоморье, и построен дом для учителей. К сожалению, там сейчас отсутствуют тротуары вдоль забора. Профилактория Горняк тротуар настолько узок, что если женщина идет с коляской или ребенка везут на санках, разойтись там невозможно. С другой стороны, тротуара нет. Машины носятся там со страшной скоростью. Рядом же необустроенная, я так считаю, стоянка Миринской центральной районной больницы. В общем, там ситуация сегодня напряженная. И когда дети идут в школу, едут огромное количество машин к этому детскому садику, плюс сквозной проезд мимо дома 2А, ситуация там напряженная. Поэтому надо обратить внимание. Это первое пожелание. Второе пожелание. У нас, к сожалению, не выключается свет в частном секторе ниже улицы Амосова. И когда мы на это обратили внимание, нам сказали, что полетел фотоэлемент, и этот фотоэлемент уже длительное время найти не могут. Так вот, у нас в предложении есть такое. Дайте чиновнику машину, поставьте там рубильник, и когда он едет с работы, он будет выключать этот рубильник, выключать свет, а когда поедет на работу, пусть включает. И так далее. И тогда будет достигнута очень большая экономия электроэнергии в частном секторе. И еще третье пожелание. Это продолжить и активизировать работу по уборке или борьбе с несанкционированными свалками, которые окружают нашу столицу. Вот это три таких больших просьбы. Ну и пользуясь случаем, я в ноябре прошлого года был в городе Орле и встретил там ветерана педагогического труда. Она вдова участника Великой Отечественной войны Никитина Елена Николаевна. Здесь, в городе Мирном, благодаря вашей программе, был восстановлен памятник ее мужу и участнику Великой Отечественной войны Никитину Иннокентию Петровичу. Она передавала слова благодарности и низкий поклон. Это вам от нее большой привет и большое спасибо. Теперь, Рисат Нургалич, вам. Значит, первый момент. Это момент, связанный с тем, что глава поселка Чернышевский почему-то сняла себе обязанности по выпечке хлеба. Это вообще потрясающе. Я думаю, нам надо будет этот вопрос поднять на самом высоком уровне и вообще поставить. Это нонсенс какой-то. Я так понимаю, что вообще-то глава любого поселения ответственен за все, что делается в этом поселении. Это один вопрос. И второй вопрос. То, что вы доложили, что у нас появилось очень много геологоразведочных предприятий, которые у нас ищут нефть, золото, алмазы и так далее. Но у нас вызывает очень большое сомнение в нужности этих предприятий, потому что прежде всего они портят тайгу, портят экологию окружающей среды. И здесь вот нужно обратить особое внимание и поставить вопрос, зачем они нам нужны. Приносят они нам что-то в бюджет, что мы от них хотим получить и так далее. Вот такие вопросы. Спасибо. Сергей Иначеевич, отвечу сразу по Марине Витальевне Гончаровой, по главе муниципального образования поселка Чернышевский. Она информацию восприняла, что не права была, написав такое письмо, что не отвечает за изготовление хлеба. Это не полномочия поселения. Там мы ситуацию разбираемся. Это немножко сложноватый вопрос. Он как бы субъективный, объективный. Хлеб возят из Мирного, часть готовят там. По-моему, мы оказываем грант. Владислав Николаевич, у нас принял же участие, он получит деньги от микроэклинирования нового предпринимателя? Объясните ситуацию. По Чернышевску ситуация вот таким образом складывается и развивается. В конце декабря была остановлена пекарня, единственная в поселении, и была прекращена выпечка хлеба. В начале января 2016 года было проведено оперативное совещание с участием главы поселения, заместителя главы муниципального образования Миринский район Николаева, где был заслушан сам предприниматель, который осуществляет выпечку хлеба. И он назвал две причины, почему он остановил хлебопекарню. Первая причина – это отсутствие муки в связи с несвоевременным завозом. И вторая причина – это кадровая проблема. И вот в связи с этим мы провели переговоры здесь на территории Мирного, и ООО «Торг» оказала возможность поставки двух тонн муки, продали ему две тонны муки, и он сейчас возобновил хлебопечение, он выпекает 100 булок в день. Но это не удовлетворяет потребность поселения, остальные завозятся с города Мирного, завозятся туда. Кроме того, на данном совещании для избежания подобных проблем было принято решение организовать альтернативную пекарню. И был найден второй предприниматель, который у нас сейчас получает поддержку на возвратной основе, который закупит оборудование и начнет выпекать хлеб в поселке Чернышевский. И вот не было бы худо без добра, теперь чернышевцы получат две хлебопекарни вместо одной. И покупая тот или иной хлеб, сами определят, кто останется на территории поселения. У меня все. У них не две, а три пекарни. Еще на каскаде Чернышевской ГЭС есть своя пекарня, они производят тоже хлеб и могут обеспечить производство. Теперь по 11 недропользователям, которые появились на территории Мирнинского района. К сожалению, по федеральному законодательству они получают лицензию, о федеральных структурах, даже республика иногда не знает. Мы, конечно, с недропользователями работаем, и буквально в марте месяце у нас пройдет целый ряд, так скажем, совещаний, мероприятий, связанных по организации, вот того, что вы озвучивали, Сергей Геннадьевич, не всегда, конечно. Но вы знаете, и когда появились геологи, которые искали алмазы здесь, в Западной Якутии, они все к этому одобрительно относились. Когда создавался город, мирный алмазбывающая промышленность, тоже были люди, которые считали, что не нужно это делать. Так вот, третья очередь, да, теперь у нас нефтянники и газовики. Будем разбираться, очень много проблем по экологии, особенно по быту Овенскому наследству. У нас было три вопроса. Первый – проезд к садику. В летний период мы там предусматриваем асфальтирование. То, что тротуар там был сделан, это был сделан временный, и не за счет муниципального образования, ни Меринский район, ни город мирный. Это подрядчик выполнил просто перенос тротуара, который находился около штрафной стоянки. Вот, над этим вопросом мы будем работать, в том числе над безопасностью наших пешеходов. В летний период мы заасфальтируем эту дорогу, потому что она вся была разбита. А единственное, когда мы собирались, и единственное решение этого вопроса, чтобы там сделать, проезд нельзя открывать сквозной между домов 98 и 100. Единственное, с сотрудниками ГБД, который проезд можно открыть, это в районе здания Мруно. Если его открыть, то там можно обеспечить безопасное движение. Нам, руководителям Мруно, отказали. Вот прошу вас, Сергей Геннадьевич, как депутата Мирнинского районного совета, помочь нам в решении этого вопроса. Что касается 19-го квартала. Значит, по 19-му кварталу все линии, которые находятся освещение, они не принадлежат муниципальной собственности. Они находятся на обслуживании западноэлектрических сетей. Если западноэлектрические сети не считают свою экономию, это их вопросы. Потому что мы, которые линии строим, у нас они не работают от именно датчиков, которые по освещению. Они у нас включаются в режиме таймера. Вечером включаются, и таймер мы каждое время суток регулируем. В свою очередь, западноэлектрические сети, они обратились к нам, и мы понимаем, потому что они сделали очень большую работу по признанию в свою собственность безхозяйных электрических сетей, в том числе на дачных участках, УНТ, Рудник, 4-й, 13-й километр. И на себя взяли большой груз ответственности, и сейчас вынуждены обслуживать эти сети, за что им отдельное спасибо. Мы все жители испытываем, грубо говоря, не испытываем трудностей в этом направлении. Но мы, в свою очередь, понимаем, что городское освещение это наши полномочия, поэтому мы будем эту работу продолжать, строить по одной улице, я уже сказал, в год, где у нас нет освещения, а те сети уличного освещения, которые есть на обслуживании западноэлектрических сетей, мы их, наверное, будем принимать к себе на обслуживании и в дальнейшем делать их модернизацию. Что касается несанкционированных свалок, я полностью с вами согласен, что здесь надо работать, потому что, я уже говорил, мы только с территорией УНТ, в прошлом году вывезли более 4 тысяч кубических метров, а за весь мечник, ой, двухмечник санитарной очистки по городу мы вывезли 3 тысячи 698, ну, меньше гораздо, чем с территорией УНТ. Конечно, эту работу надо усиливать, я с вами согласен, будем принимать меры. Решат Нургалевич, позвольте реплику. Если касаемо Чернышевска, как здесь прозвучало, там есть проблемы с кадрами в области хлебопечения, то Мирнинский колледж готов к этой проблеме подключиться, то есть, если есть необходимость, из числа, может быть, наших студентов, которые живут в Чернышевске, либо каких других, поскольку к нам никто не обращался по этому вопросу, то мы можем рассмотреть и изыскать возможность в кратчайшее время и бесплатно обучить то количество, какое нужно, чтобы эту проблему решить. Ну, принимается, хотя эта проблема, она так немножко была раздута, да, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросы, пожелания, реплики, замечания. Можно в качестве разъяснения по двум вопросам, на которые отвечал Александр Валенурович, и один вопрос по Мирнинскому району, народный депутат Бесимбаева. По поводу капремонта и оплаты определенной категории части населения, в части 50-процентной скидки и чтобы совсем не платили те граждане, пенсионеры, которым за 80 лет. На федеральном уровне эти документы уже приняты, разъяснения в средствах массовой информации были даны, тем не менее на республиканском уровне еще не все дарматичные документы приняты, и мы, надеюсь, с Василием Валерьевичем также примем в этом участие, потому что в наш адрес были обращения. И тут волнует другой вопрос, сама система оплаты, человек, имеющий эту льготу, это вот инвалиды первой и второй группы, граждане за 70 лет, многодетные, вначале должны уплатить все-таки, а потом эти деньги вернуть. Но вот эта вот наша машина бюрократическая, она все-таки действует не в интересах граждан наших, жителей. Если у него в паспорте написано, что ему уже далеко за 70 лет, то зачем ему платить? Вот с таким вопросом к нам обращались и при разработке нашего регионального закона мы думаем свое слово вставить и попытаться эту ситуацию исправить, если это в наших силах. Второй вопрос, Александр Валенурович, я бы хотела, чтобы вы обратили на это внимание, я знаю, что в городе знают эту проблему и занимались. Большая работа проведена была в части отлова бродячих животных, и я благодарю вас за эту работу. Тем не менее, я хочу обратить, чтобы вы побольше обратили внимание на работу волонтеров, которые занимаются за счет своего личного времени, за счет своих средств, с теми бесхозными нашими братьями, меньшими, которых мы сами же покупаем, либо заводим, а потом безжалостным образом выкидываем. И особенно это был всплеск с началом холодов, когда в наших подъездах они появились, выброшенные кошки и собаки под нашими домами. И вот эти люди, молодые женщины, мужчины, они занимались вот этим и до сих пор занимаются. Если здесь есть они, я выражаю вам благодарность, также готовы оказывать вам содействие и прошу именно городскую власть на это обратить внимание. Что касается отчета Миргинского района, хочу также отметить, что на сегодня в республике Саха-Якутия, наверное, муниципальное образование Миргинский район является одним из стабильно работающих, выполняющих в полной мере свои полномочия согласно федеральному законодательству и работающие в таком направлении, как межмуниципальное сотрудничество и поддержка муниципальных образований всех поселений. Это не везде есть, поверьте моему слову, и я хочу поблагодарить главу района, хочу поблагодарить депутатов районного совета, которые принимали и утверждали программу, посвященную 50-летию Миргинского района, и все наши муниципальные образования, все поселения были отмечены в этой программе и самое главное получили и получат в наступившем году социальные объекты, которые будут введены. В этом отношении на предстоящем съезде муниципальных образований я все-таки буду ставить вопрос о том, чтобы практика деятельности муниципального образования Миргинский район была обобщена и принята, одобрена, как одна из лучших практик межмуниципального сотрудничества. Успехов вам! Спасибо, Гульсу Макзамовна. Еще вопросы, пожелания, предложения? Приветствую всех, особенно наших глав дорогих. Мы, конечно, все очень рады, что наш бюджет оказался в плюсе, но с другой стороны нам очень обидно, что вы не нашли применение этим средствам. В прошлом году мы к вам приходили даже на личный прием. Мы просили у вас минимальных льгот для многодетных семей. Нам сказали, что в бюджете нет средств на это. С другой стороны, мы предлагали открыть социальный магазин. Сказали, тоже нет средств на это, однако уже в течение пяти лет в отделе по молодежной политике находится проект об открытии такого магазина. Может быть, район все-таки найдет, куда применить средства бюджета? И еще также, в связи с отсутствием льгот для многодетных семей, многие мамочки вынуждены идти на подработки, которые идти на реально очень непрестижные и низко оплачиваемые работы. Это получаются бюджетные организации, это уборщицы, это гардеробщицы и так далее. И даже туда их принимают очень неохотно. Вот почему, у меня такой вопрос, почему у нас реально не работают трудовые инспекции? Потому что трудовой кодекс у нас нарушается очень часто и в очень многих организациях. Может быть, пора все-таки как-то защищать трудящихся и в том числе многодетных мамочек, создавать для них какие-то дополнительные рабочие места с плавающим графиком работы либо дистанционные виды работы. очень многие мамочки это, извините меня, не отбросы общества, малоимущие или ничего неимущие люди, которые там пьют и что-то еще. Это люди с высшим образованием, это очень разумные люди. Просто у них есть дети. Вот вы же сам, кстати, многодетный родитель. Я считаю, что обязанность мужчины, который подарил женщине детей, воспитывать, отвечать и как бы их поддерживать морально. На ваш вопрос у нас, да, по экономии бюджета, я хотел бы обратить внимание, у нас экономия, ну, она, то есть деньги не были освоены в этом году, но они пошли по программам, по строительству. Например, строительство дома 71-го квартир, на деньги заложены, но не освоены еще в этом году. По поддержке мы, когда вы приходили, да, мы поддержали ваши, я же говорил, что мы как НКО многодетное общество многодетных семей выделили грант на развитие. Мы имели в виду не поддержку именно общества, мы имели в виду поддержку многодетных семей. Вот, а по, теперь еще у вас было по социальным магазинам, но мы ставим такой вопрос, и у нас пока не получается, нет желающих, нет желающих. Почему район этим не занимается? Неужели район не может за свои деньги за счет бюджета открыть магазин и раздавать, покупать у кого-то и раздавать? Да, по закону. Вы можете подойти к Владиславу Николаевичу, мы задачу ставим такие, чтобы предприниматели, хотя бы социальные полки, скидки, и над этим работаем. Но отдельно магазин, чтобы за счет районного бюджета купить, ну открыть здание и продавать там товары, но никто нам не разрешит. Я вам это объяснил. Почему тогда Якутск, допустим, ну хорошо, все с этим понятно, по многодетным, почему город Якутск предоставляет своим многодетным семьям так много льгот? У нас не работает фактически ни одна. Мы с вами разговаривали, если еще давайте отдельно подойдемте, будем еще раз разговаривать. Вы будете убеждать меня, я вас будем, ну будем работать друг над другом. Спасибо вам. Работайте, это ваша работа. Пожалуйста, еще вопросы. Я являюсь предпринимателем. Уже более 10 лет я плачу честно налоги нашему городу. Но в последнее время сейчас проблемы, а проблемы связаны с незаконным бизнесом. Сейчас очень много у нас приехало, вы знаете, со стран СНГ, Молдавии и других республик Украины, Таджикистана, Киргизии и так далее. И получается так, оформляется у них один человек, а 50 не оформляются. Приходят в контейнер, они делят этот товар и ходят по организациям. Понимаете, да? То есть товар получается продается, но налоги не платятся. В итоге мы честные предприниматели лишаемся покупателя и ясное дело налоги не поступают. Нужно решить этот вопрос, потому что я лично недавно была свидетелем, была я в центре расчета, это который по Комсомольской. Пришла женщина с тремя баулами и все работники сбежались. Все покупают, все покупают. Я спрашиваю, у вас есть разрешение? Она говорит, а вам какое дело? Я пригласила милицию. Нас взяли, ее меня в милицию, мы приехали. Она сказала, у меня паспорта с собой нет, я вот бедная несчастная больная, но ей говорят, идите домой, принесите паспорт. Отдали ей баулы и все. Кому это выгодно? Мне сказали, да ладно, она придет. Вот так решаются наши вопросы. Очень большая просьба обязать этих руководителей, чтобы несли ответственность за такие продажи, потому что будем тогда решать это другим образом. Спасибо. 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 Еще пожалуйста, замечательные рекомендации. Уважаемый Решат Нургалевич, Александр Ольгаевич, попросите пожалуйста, у нас по согласованному регламенту мы уже больше работаем, давайте еще определим, ну три вопроса. Пожалуйста, три вопроса и будем завершать. Добрый вечер, уважаемый президиум. Я увидел вас. У меня вопрос по поводу работы нашей почты. Я живу в шапке доступности от почты и у меня приходит корреспонденция, ну два раза в месяц, это хорошо, или раз в месяц. Я за январь пошла, получила в конце месяца кипу, где 10 штук только мирненского рабочего. Я может быть предлагаю такой вариант использовать. У нас есть в городе молодая гвардия, так это громко звучащее общественное объединение, молодежное. Есть у нас в городе волонтерское движение, ну может быть можно их использовать, совершеннолетних, но принести вот эту корреспонденцию. Ну начальник почты все внимательно вас слушает, да, я надеюсь она как-то восприняется, есть общество и многодетных в семье, не забывайте еще, которые тоже хочут получать деньги. Я надеюсь, да. Я обращалась трижды по этому вопросу к Гавриловой Татьяне Михайловне, она говорит, ну вы мне звоните, вот мой телефон, ну это невозможно конечно, просто вот еще раз я повторяю свое предложение, может быть этот вариант и можно использовать, потому что молодежи у нас в городе много, жаждет помощи и разнести газеты нетрудно. И следующее, я планов ваших люблю громадьем, столько сделано, столько названо, столько объектов, город строится и это чувствуется, а вот эти мелочи, которые ну не совсем может быть так сильно влияют на наше благосостояние, их можно решить в каким-то частным порядком. А в целом, конечно, город намного изменился. Александр Валинович работает так, что он очень близок к людям, у него частые встречи на предприятиях, зайти к нему на беседу, на какую-то всегда двери открытые, и я думаю, что вот та работа, которую он проводит, это огромная работа, конечно, совместно с районными нашими учреждениями, но то, что вот такие недочеты, они устранимы, и я думаю, что мы должны в этом помочь, ведь чисто не там, где убирают, спасибо, спасибо, а чисто там, где не ссорят. Пожалуйста, вопрос там еще был наверху. Добрый вечер, уважаемый президиум, у меня по ватсапу тут уполномочили задать вопрос по Тимуровцам, и они хотят узнать, где и во сколько можно получить инструмент. То есть в воскресенье планируется уборка возле эксперименталки. Спасибо. Вам ответит по ватсапу Александр Валенурович. Давайте использовать современные достижения. Вот Алексей Николаевич, я ему поручаю, он с вами встретится и обговорит все нюансы. Добрый вечер, Александр Валенурович. Пожалуйста, еще последний вопрос, замечания, пожелания. Добрый вечер. Александр Валенурович, может быть, моя просьба коснется и предыдущего оратора. Я хотела бы обратить ваше внимание на уборку пешеходного тротуара к Олимпу, к спортивному комплексу Олимп, от улицы Московской. То есть детки ходят, занимаются в секции. В осенне-весеннее время, переходя по пешеходному переходу, по стороне магазина Колос, тротуарная плитка заканчивается большой лужей и жидкой грязью. Дети вынуждены выходить на дорогу, для того, чтобы ее обойти. Когда они переходят на сторону Олимпа, там начинается еще хуже. Лужа жидкой грязи, а дальше начинается мокрый снег. Вот особенно в весенне-осеннее время. Этот тротуар до крыльца Олимпа не убирается никогда. И знаете, дети однажды сказали, что им стало обидно, когда УМТС подогнал бабкаты и расчистил аккуратно свою площадочку, а дети чапали в это, сложили сугробы как раз на теплотрассу, все это благополучно начало стекать вниз, а дети шлепали по колено до Олимпа для того, чтобы оздоровиться в секциях. Обратите, пожалуйста, внимание на уборку вот этой территории. Ну, может быть, можно даже тимуровцев привлечь, если уж на то пошло. Спасибо большое. Я отвечу, мы убираем этот тротуар и в зимний период, и в летний период. Вот, если у нас есть такие возможности после осадков, мы еще проходим щетками дополнительно. мы рассмотрим, у нас он на обслуживании находится, и не надо там тимуровцев, и работа по нему идет, и работа идет вниз туда, до пенсионного фонда, чистится этот тротуар. Хорошо, мы принимаем во внимание, будем работать. Уважаемые товарищи, мы договорились, я думаю, больше, есть еще прям такой острый, какой-то животрепещущий вопрос. Я бы хотела спросить, вот такой вопрос, наши вновь пришедшие организации по разработке недр, они отказываются принимать местных жителей на работу, почему? Может, у них все-таки есть такая обязанность, предусмотрела ли и не отказываются принимать, но им нужны определенные профессии, мы через центр занятости будем смотреть и опыт работы. И люди обучаются в ЦПК, УКК, их не принимают. Нет, здесь проблем нет, мы работаем с ними под этим вопросом. А я вас прошу еще отдельно подойти по вашему предыдущему вопросу как представительницы общества многодетных матерей. Ну что ж, тогда всем спасибо за участие. Нам необходимо получить оценку. Всем спасибо. большое.